Недавно Ольга Бузова у себя в Инстаграм решила высказать мнение о женщинах, которые занимаются эскортом. Бузова напрямую сказала, что не может уважать их выбор и считает такое поведение, мягко сказать, недостойным. Бузова сказала, что никак не может уважать их выбор и не понимает, как они могут так просто и даже не стесняться рассказывать о том, чем зарабатывают себе на жизнь. По высказываниям Бузовой легко догадаться, что таких девушек она не уважает и они даже вызывают у нее грязливость. Хотя она и пытается быть выше этих ситуаций, но у нее это явно не получается. Слишком уж противно такое поведение для поющей ведущей. Однако вездесущие поклонники тут же вспомнили о жизни Ольги Бузовой до появления Дмитрия Тарасова. После того, как Бузова перестала быть участницей телепроекта «Дома-2», ее стали замечать с высокопоставленными мужчинами, далеко не спортивной внешности и не очень молодыми. На этой фотографии Ольга Бузова запечатлена с депутатом Госдумы Митрофановой. А здесь Олю явно застали за интеллектуальные беседы с бизнесменом Сорокином. Скорее всего, Оля общалась с этими мужчинами совсем не потому, что один из них оказался депутатом, а второй – удачным бизнесменом. А от того, что ее посетила большая любовь. В общем, как бы там ни было, но сейчас очень странно слышать от Оли подобное разоблачение девушек. Ведь раньше святовики тоже очень сложно было назвать. Мы будем говорить не только про измены, но и про такую профессию, как проститутка. Меня, конечно, поражают женщины, которые могут прийти и спокойно заявить. Да, я сплю с мужчинами, я продаю свое тело, я считаю это нормой. Блин, как? Даже не стыдно, понимаете? Вот людям даже не стыдно. Но окей, это… Я не могу сказать, ребят, это их выбор. Я правда не могу сказать, я уважаю твой выбор. Знаете, как принято говорить? Ну ладно, это их жизнь. Я, как ведущая, всегда нахожусь над ситуацией. Но мне этого не понять, к сожалению. Я никогда не могу понять человека, который будет продавать любовь, продавать свое тело. Комиет. Комиет.